Здравствуйте. Меня зовут Артюков Александр. Я не знаю, почему меня вызвали на эту сцену, потому что я зелененький, только начиная. На самом деле у меня только начало этого пути. Но, как говорится, кто-то за минуту принимает решение. Я принимал решение не за минуту, я принимал 8 часов. Я вечно узнал. Просто меня никто не приглашал. Я просто увидел в интернете ролик. И мне нужно было 8 часов разбираться, насколько это правда. Потому что у меня много подписчиков. И если я кого-то обману, мне будет очень плохо. Поэтому я лучше 1000 раз удостоверюсь, прежде чем, кому что-то предложили. Но я думаю, почему меня еще вызвали на сцену, потому что в Питере я выступал. И когда я в Питере попросил выйти людей, кто сделал быстрый старт, я сделал быстрый старт за 10 дней. То есть, проще, я хочу простить. За 10 дней я заработал больше, чем полмиллиона рублей в Крузин-Клубе. И когда меня попросили, спросили, а как ты это сделал, значит, рассказывали, люди начали аклодировать, вылюкать. И мне было удивительно, что на самом деле мне казалось, что не все просто. Получается, да, презентация? Ну, придется, значит, без презентации. Я готовил презентацию сутки, чтобы вам показать все, что у меня... Константин, Павел, может быть, вы подойдете? Вот. Ну, расскажу так. То есть, что хотел сказать. Значит, хотел начать с того, что было самого плохого, что делают опрос, каждый год делают опрос на то, что... О чем люди сожалеют, когда им там 70, 80, 90 лет. Большинство сожалеет о том, что они очень много отдали время в своей нелюбимой работе. Второй топ, о чем сожалеют, что очень мало общались с близкими, с родными, с любимыми. И это тоже, как бы, ну, вторая такая поль современного общества. Третье, то, что они очень плохо обращались к своим организмом. То есть, вот этой машиной, которую нам подарили. И люди чаще бывают свою машину лучше натирают, чем свой организм. Согласны, да, со мной? То есть, пихают туда, что попало, заправляют. То есть, машины нет, только хорошая диетичка. А сюда? О, получилось, да? Отлично. Вот. И как раз топ-5. Мне сказали, что у меня всего 15 минут, я постараюсь. Вы знаете, я готовился очень долго. И я хотел... Очень много я слайдов передал, а потом каждый раз со слезами, что я делал... Каждый раз со слезами убирал каждый слайд. В общем, посмотрите. Дальше баскист варварский относился к своему телу. И замыкает топ, горечь от того, что не успели посмотреть мир. И сегодня я как раз хотел поговорить, но мы все собрались о том, что важно посмотреть мир. Никто не сожалеет, что не было там каких-то крутых айфонов, машин, еще что-то. Вот, о чем люди переживают, которые прожили жизнь и их спрашивают. Это топ. Это не я сказал. Так. А что переключить, на что... Справа. Справа слел. Справа. Не, не переключайте. Не, не переключайте. Не, может вы переключите. Вот, я хотел быстро спросить. У меня не люблю коммуникации, так как все сказали, что я в интернете. Я очень люблю общаться. Скажите, из каких городов приехали? Быстро выкрыгните, пожалуйста. Ставрополь. Ставрополь? Ставрополь. 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 Ставрополь, Минеральные воды отлично. Отличное место. Минзк? Ух ты. Откуда? Возле восторга, Краснодар. Барнаул. Ребята, ну вот, вот еще в Израиле, отлично. Вы, когда сюда ехали, сюда приехали, почувствуете что-то переменилось у вас? Ну просто переехать из одного места в другое, уже что-то менять? У меня тоже. Мне все говорят, почему так хорошо выглядишь, я полужизнью путешествовал, я путешествовал по России, потому что я считаю, что когда ты путешествуешь, время останавливается, заметили это? Ты как будто не стареешь, как будто не стареешь, и поэтому, будет следующий слайд, вот мы почему, сюда нажать, сюда на третий, путешествие единственная вещь, покупая которой вы становитесь богаче, поднимите, пожалуйста, руки, кто путешествует 4 раза в год и больше, поднимите, пожалуйста. А кто 2 раза в год, 1 раз в год, а кто уже несколько лет не путешествует, поднимите, пожалуйста, руки, месяц, месяц, да, тоже разные люди, поэтому смотрите, вот когда мы покупаем что-либо в этой жизни, мы хотим же, ну, эмоции, правда, от этой вещи, ну, машину купил какое-то короткое время, получил эмоции, телефон получил тоже, ну, путешествия дают настоящие эмоции, настоящие эмоции, которые у нас сохранятся. Я вас уверяю, вот я сейчас стою на сцене, через год вы можете меня не вспомнить, а если вспомнить, вообще не вспомнить, о чем я говорил, но вспомнить те эмоции, с которыми я выступал, с теми эмоциями, которые вы сейчас сидите, да, кто-то может меня закидать после этой презентации куфлами и помидорами, это тоже нормально, а кто-то скажет, блин, прикольно выступил парень молодой, потому что я здесь вижу, что в моего поколения и так много людей, ну, может быть, я свое мировоззрение передам вам, и вообще это мировоззрение не мое. Я много читал, много общался с людьми, и важно ведь, что? Ведь, я говорю, мое мировоззрение, я собрал свои мысли, чтобы рассказать вам, откуда они слились эти мысли, от кого-то, от людей, от окружения, и поэтому, в каком окружении мы находимся, тем не становимся. Согласны со мной? Поэтому очень важно, не только куда ты поехал путешествовать, и только как ты путешествуешься, за какие деньги, да еще с кем. Поэтому, если вы пригласите какого-нибудь ЮКа себе в команду, он еще потом все сделает, сделает старт, все, потом еще с вами будет действовать, вам это надо? То есть, поэтому приглашайте тех людей, с кем вы хотели путешествовать, и с кем вы хотели вообще проводить время, правда я говорю? Поэтому тщательно отбирайте людей, с кем вы хотели бы поделиться. Скажите, а что вам мешает путешествовать? Скажите, выкликайте, пожалуйста. Вот больше путешествий, что мешает? Средствия, деньги, время, да, дальше, я вот тут угадал. Только двух вещей мы будем жалеть, в нервном отре, что мало путешествовали, и малые люди мало путешествовали. Почему? Потому что эмоции, эмоции, вот это эмоции, то, что нам надо купить. Дальше. Выход есть всегда. То есть, любой лабиринт, который есть, всегда, если вы ищете выход, вы его найдете. И вот, ладно, хорошо. Если вы готовы услышать, то у вас сегодня будут решения. Я думаю, что уже кто-то услышал о том, что есть решение, как выйти из этого тупика, как путешествовать, зарабатывать деньги, и быть более счастливым человеком, чем вы сейчас. То есть, поднять уровень нормы. Путешествовать не на дачку, а вдруг на дачку тоже хорошо. У всех разное понимание, как путешествовать. Так, дальше. И вот этот проект изменил мою жизнь. Изменил мою жизнь, потому что я смотрел «Орел и Режим», смотрел «Крылова», вот эти записки. Помните, да, вот эти? Смотришь, блин, классно. Человек путешествует, рассказывает нам с экрана, ему за это деньги платят, он еще известный. Мы думаем, блин, сколько блёсов, вот как бы мне так? И я думал, вы думаете, смерть? А я на самом деле так думал, как бы мне так? А родители меня не в тем виде, никуда не пропихнули, ничего. То есть, и у меня не было такого. Дальше, вот как раз о моих родителей. Вот следующий слайд, одиннадцатый, она одиннадцать может. Ну, это уже все вам рассказали. Мои родители обычные интеллигенты. И они меня родили, я жил в Нижнем Новгороде, обычная семья. Знаете, что в моей семье самое часто повторяло слово «экономия», 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 «экономия». Мне это не нравилось. Я поэтому, я был коммерсантом, как раз в 90-е годы, можно что-то там наводиться, джинсы, еще что-то. Не хочу, как родители, быть умным, но хочу быть богатым. И вот поэтому, но я мечтатель, уважительный мечтатель. Я мечтал уже с детства путешествовать. Мне прям вот, знаете, вот когда горит, вот горит. И вот мне горело. И поэтому я в детское речное пароходство поступил. И уже тогда начал путешествовать по Матушке России. Вот. Дальше что? А потом, о чем я мечтал. Ну, как все мечтают. Семья, дети, дом. И мы с женой с нуля приехали в город Сочи. Поставили эксперимент. Можно без с нуля приехать в город Сочи. И открыть салон красоты, купить участок. А здесь участки, знаете, сами сколько стоят. Построить дом. И мы это все успели сделать за пять лет. Успели еще родить вот двух детей. И сейчас недавно, как сказали, третьего ребенка родили. Вот. Ну, нам сказали, что у вас прекрасная семья. Вам нужно размножаться, чтобы больше таких было. Я теперь слушаюсь и делаю. Вот. Но вы знаете, когда у тебя есть все. Ты зарабатываешь деньги, у тебя есть дом, у тебя жена, машина. Ну, хочется о чем-то мечтать. Ну, о чем-то мечтать. И когда-то я случайно в перископе, ну, такую социальная сеть была, увидел. Девушка ходит и показывает эту круизную лайнеру. Просто показывает. Вот здесь у нас джакузи. Вот здесь у нас это. И у меня сегодня потекли. Я же не прибегаю в кровать, прыгаю. Говорю, смотри, у меня новая мечта. Ну, правда. Вот прямо у меня новая мечта. Я хочу пожить там. На этот круизный лайнер. И вот этот лайнер. Это симфония морей. Моя мечта. Которая... И потом получилось так, что я нашел этот ролик. Посмотрел, как... Я думаю, ролик не будем запускать. Посмотрел этот лайнер. Кто-то туда найдет, ну, посмотрите. Симфония морей. Потрясающий лагерь. Это один из самых больших лайнеров, на котором все есть. Это огромный город, в котором можно путешествовать, радоваться жизни. И... То есть, очень много всего классного, что там напихали. Вот этот огромный город. Мы можем для каждого найти себе какое-то увлечение, в котором мы можем быть счастливы. Вот. Как я узнал в клуб, я уже сказал. То есть, меня никто не приглашал. Ролик на ютубе в 8 часов. Я с утра в 8 часов утра всю ночь я проверял. Представляете? У меня красные глаза, я не могу заснуть. Вот кто не спал? Скажите, кто не спал, когда узнал в грузином клубе? Вот смотрите, кто не спал, они все лидеры. Почти, да? То есть, ну, как бы и станут лидерами. Я тоже не спал, не мог заснуть. Потому что это попадает... Почему? Знаете? Это попадает в цель. Если у человека это внутри есть, он мечтает об этом, ему вдруг какая-то информация приходит, все, звать не может. Он проверяет, это ошибка или это то, что мне нужно. Правильно я говорю? Потому что у нас у всех есть реактивный мозг. Рептильный мозг это как? Рептиль увидит, на камеру сошла, допустим, на камеру. И камера, она думает, это вообще меня сейчас съест или нет? Опасно или нет? Правда? А второе, я могу это съесть или нет? То есть, у нее две эмоции. То есть, я съем это или она меня съест. Так же и у человека. Люди стали эрутированными, все, но рептильный мозг остался. Первое, что нам говорят в грузный клуб, он думает, иногда лучше отказаться сразу, потому что это вдруг опасно. Вот. Ну, кто пропускает информацию, слышит ее, кто пропускает ее дальше, тот думает, ого, может быть здесь действительно что-то есть. И я прошу вас, просто пропустите дальше. Посмотрите, а может это есть? Я 8 часов потратил. Потратьте тоже свое время, изучите. Правда, неправда, нравится, не нравится. То есть, от вас будет зависеть. Дальше что? И 8 часов утра. Я уже все равно иголка, мне же нужно рожать буквально вот-вот, а мы этот процесс производим вдвоем. То есть, так как мы начинаем вместе и рожаем вместе. То есть, у нас окончание процесса всегда вместе. Вот. А мне нужно клубку выйти, понимаете, моя мечта. И я говорю, что нет, я по-быстренькому. А, сначала я позвонил, думаю, надо к 10 часов позвонить. Позвонила Елене Ромис. И я говорю, вот, у меня вот хочется, и деньги есть, и желание есть. Что делать? Куда деньги вносить? Она говорит, ну, есть человек в Сочи. Вот, прекрасный человек Валентина. На нее направила, говорит, есть человек в Сочи, пожалуйста, съезд и познакомься. Я поехал. Я говорю, я к жене, я иду туда-сюда, сейчас деньги там выслую, все обратно, приедут. Быстренько приезжаю к ней, задал ей единственный вопрос. Помните, да, какую последнюю книжку вы читаете? Она сказала, Рериха, я буду куда деньги вносить. Все. У меня быстрое принятие решения. И потом только я узнал, что Елена Ромис – это первый человек, который привез это все в Россию. Которая перевела и начинала этот бизнес в России. Вот так получилось. Я нормально рассказываю, для него сократить пальцы. Нормально? Вот. Просто смотрите, я хотел еще коротко, потому что все, что мне рассказывали, я ничего не понимал. Что такое круизный клуб, как он работает, где тут подпох. Вот я хотел коротко, как я понял, быстро прямо рассказать, что такое круизный клуб. Готовы послушать? Кто новички? Кто не в клубе? Интересно, как я это увидел? Да? То есть смотрите. Вот тогда вот так. Что первое? Круизный клуб. Это первое – это глобальное происхождение. То есть это как пудинг. То есть вы можете на одном сайте увидеть много-много путешествий. Практически все. Вы понимаете? Сейчас мир движется к тому, что вы можете через интернет найти много разных поездок, куда поехать. Это прямой-прямой путь, где выбрать. Согласны, что это удобно? 5,5 тысяч направлений на одном сайте. Второе. Там это все без посредников. Это как раньше ярмарки были, помните? Ярмарка – это когда привозят товар без посредников. То же самое, как через интернет. Без посредников. Второе. Клубная система скидок. Это все равно, что как вы на эту ярмарку собрались, всем подъездом сказали, кому яблоки нужны. Есть подъезд, говорит мне, там бабушки собрались, тетушки собрались, мужчины собрались и говорят, давайте купим. Подходит одна, самая активная, говорит, сколько яблок стоит? А он говорит, допустим, 20 рублей. А если 100 килограмм? Ну по 15. Давай по 11. Ну давай по 11. И все другой выходят и покупают эти же яблоки на этой ярмарке напрямую у поставщика по 11 рублей. Понятно, да? То есть собравшись с копом, мы покупаем дешевле. То же самое здесь. Люди, которые хотят путешествовать, объединились и могут путешествовать дешевле. Понятная эта идея? Да? То есть собравшись вместе, мы можем купить дешевле, чем каждый по 11. Это клубная система. И третье, то что я не успел сказать, это реферальная программа, то есть партнерка. Везде партнерки, заметьте, Uber, партнерки, Uber, Tax. То есть все шерсть движется к тому, зачем платить рекламу, если кто-то может сам продвигать. Ему понравилось это, он продвинут. То есть поэтому есть партнерская программа, с которой мы как раз и зарабатываем. Теперь, как работает система? Бизнес-подель была такая. Есть круизные лайнеры, есть крупные турпартнеры, есть мелкие турпартнеры. То есть и, конечно, потребители. То есть все каждый раз чуть-чуть зарабатывают. Правильно? Ну согласны? То есть человеку не будет бесплатно работать. Они зарабатывают. Дальше что? Следующий слайд. Вот деньги. А что самое ценное? Кто бизнесмен? Понимаете, пожалуйста, друг? Что самое ценное в бизнесе? Кто скажет? Это клиенты, 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 клиенты. Клиенты. Если команда будет клиентов, не будет, бизнес не работает. Самые важные клиенты. А какие клиенты самые важные? Постоянные. Постоянные, конечно. Это ценность. И мы являемся как раз и ценностью. То есть деньги, получается, мы уходим от этой системы и мы напрямую путешествуем на круизных лайнерах. Поэтому мы являемся ценностью для клуба. А клуб за это может что? Нас прощать деньгами. То есть те деньги, которые миллионы долларов тратились на рекламу, а чтобы лайнер заполнить, это же много денег надо. Понимаете? То есть постоянно рекламировать, рекламировать. Кто-то занимался, понимает, что нужно постоянно вливать деньги в рекламу. А тут не надо. Люди так уже платят даже месяц, 200 долларов. Куда не денутся, все равно поедут. Правильно? Поэтому реклама не нужна. Первое, что я смотрел, когда я включался в эту компанию, кто стоит? Кто стоит за этим? За этим стоит Майкл Хачес. Удивительный человек, который все это придумал, разработал и легализовал. Самое главное. То есть он сделал так, чтобы это было легально, чтобы это было в Америке, чтобы это было действительно не прикопаться, чтобы любой юрист мог комар-нос не проточить. Вот он, известный человек с президентом, с Тони Робинсоном, кто молодежный, наверное, Тони Робинсон сейчас приезжал. То есть он являлся антикризисным менеджером. Когда у Тони Робинсона был долг, несколько миллионов долларов, то он вызвал Хачеса помочь ему с этим справиться. Я так понимаю, что если у человека кризис, у него проблемы, то он вызывает на моем достойном человека, чтобы справиться. Правда? Никакого-нибудь посредственного. И сейчас все знают Тони Робинса, который стал звездой. Вот. И вот моя встреча с Майком Хачесом. Что я хотел сказать? Что меня поразило? Я с Майком Хачесом расскажу свои впечатления от Майки. Нет? Интересно? Вот, смотрите. Этот человек, вот, это топнейший человек. То есть для меня он как вода. Вот вода, знаете, вот она мягкая, податливая. Он всем безотказно фотографируется, пообщаться такой. Но, я думал, как этот мультимиллионер может быть таким вот мягким, податливым, веселым, радостным, шестерадостным. Как совмещается у него все это? А потом мне просто, я его время спросил, он говорит, но вода же тоже, я понял, вода же бывает бушующей. Вот не дай бог, кто-то сделает нарушение, начнет в соцсетях выставлять цены. Он говорит, не будите во мне зверя. Волболы могут быть у воды и мощные, понимаете, как что вы. Поэтому этот человек, который для меня одновременно и пушка, и одновременно вот такой мощный кулак. Поэтому он достиг такого большого результата. Вот. Моя встреча в Санкт-Петербурге. Когда я рассказывал, как я сделал свой статус, как я заработал очень быстро деньги. И я готов поделиться на втором, если будет сегодня еще у меня слово, я готов поделиться, рассказать уже, как я это делал в интернете. Это встречи с людьми, известными, ну, для многих неизвестных. И теперь я хотел вот о важном сказать. А кто вот еще не принял решение, и как понять, надо вам это или надо? То есть я могу поделиться. Мне даже бизнес не для всех. Кого-то я сейчас обломаю, если кто-то пригласил человека, а он не пойдет. Я хочу по-честному. Готовы услышать о том, как понять, надо вам этот бизнес или не нужно? Да, мы готовы. Готовы, да? То есть по-честному. Смотрите, есть такая штука, гигантная. То есть смысл жизни по-японски. То есть нужно понять, что вы любите. Если вы любите путешествовать, ну, как бы вам это близко, значит близко. Потому что я умею, то есть в чем мы сильны, на чем можем зарабатывать и что нужно людям. То есть вот видите, вот эти четыре кружочка. Они должны замкнуться в середине. И середина – это гигант. Да? Вот если у вас это все подходит, то есть вы любите путешествовать. Людям, в принципе, нужно путешествовать, можно на этом заработать. И если вы умеете коммуницировать, общаться с людьми, то, в принципе, в вас должно устроиться этот бизнес. Если что-то из этого не подходит, то, вот видите, комфортно, но пусто, азарт с неуверенностью, то как-то это будет не совсем устраиваться. Но если у вас желание истины есть, и вы не умеете что-то делать, то это можно навык прокачать. То, что уже рассказывали, для меня было очень просто. Я хотел все рассказать вообще очень просто-просто. И смотрите, когда у меня сложилась картинка какая. Если я приглашаю несколько людей и мне 2400 долларов приходят на путешествие, то это же здорово. Ну, правда, здорово. Я посчитал, 2400 долларов и это 160 тысяч рублей. Я нарисовал за 12 человек, то есть пригласили 12 человек и поехали на путешествие к Рульной Лайне. На самом деле не 12, а 5. То есть 5 человек. И когда я это узнал, у меня вот какие-то такие эмоции были. То есть всего 5 человек, и мне 160 тысяч каждый месяц каждый год будет идти на путешествие, то мне было как-то, на самом деле, кайфо. Кто эти эмоции не понимает, вот в следующей сваде я тоже бы сделал это. Каждый год на путешествах. Можно закрыть глаза на то, что видишь, но нельзя закрыть сердце на то, что ты чувствуешь, Френдрик Ниндж. То есть, понимаете, 160 тысяч рублей, рассказав 5 людям, что можно путешествовать в полцены, если их это за год, это им интересно. 160 тысяч. Давайте по-честному. Вот в следующей сваде, давайте по-честному. Сколько вам нужно работать на своей работе, чтобы заработать 160 тысяч рублей? Поднимите, если вам не стыдно, пасть, там 1 месяц, 2 месяц, 3, там 5 месяцев. Это если они будут работать 5 человек, только за вами, да? Нет. Если 5 человек будет в клубе, поэтому я с предыдущей сваде сделал, лучше там... А если они вступили и не работают? Не работают. И не надо. Конечно, конечно, да. Я буду вам все вести гордиться. Да, то есть, понимаете, смотрите, кто-то показал 3 пасть, кто-то 4, кто-то 5. Но теперь вам определиться, если вам проще пригласить 5 человек, чем заработать на своей основной профессии 160 тысяч рублей. То есть, смотрите, на одной чаше листов 5 человек, а на другой 2400 долларов. Ну и просто. Если вам проще работать на своей работе 2400 долларов, то когда какой смысл? Просто, ну, не обязательно, может быть, и людей приглашать. А если вам проще для человека пригласить, ну, как бы в этот клуб все-таки, то тогда можно в той повороте посмотреть этот бизнес. Вот я что хотела намернуть-то. Где эта суть-то? Вот где она? То есть, надо или не надо? То есть, поймите, надо или не надо. Потому что, если вы сейчас примете решение, а вам это не надо, вы и работать не будете. Потом будет, ну, неоправданное ожидание, и, как бы, деньги, неизвестно, потратили или не потратили. Но если... Принять 5 человек. Да. И поэтому, смотрите, если вы не хотите приглашать, у вас нормально с деньгами или ненормально, но вы готовы 200 рублей, 200 рублей в день откладывать на свое путешествие, это 100 долларов в месяц. Не вкладывать, а откладывать. Как Сбербанк. Откладывать. Просто в Сбербанк мы откладываем, там копеечка идет, ну, там маленький процент, а здесь умножается вдвое. На свои путешествия готовы 200 рублей откладывать, откладывать, то тогда, пожалуйста, можете путешествовать за эти деньги и никого не приглашать. Это тоже вариант. Вот. И дальше я понадобил мне еще сколько времени? Сколько хотите? А? 5 минут. Успеваю. Вот. Я просто старался прямо в тайну поместиться. То есть, смотрите. Вот. Путешествие. Путешествие с тысячами начинается с одного шара. Лаун Цзэн сказал. И вот здесь все очень просто. Что я хотел показать? Смотрите. Вот деньги. 30 человек. 450 долларов. 100 человек. 1500 долларов. 250. 3750 долларов. 500. 7,5. 1015 тысяч. 2,5 тысячи. 7 тысяч. И 5,5 тысячи. 4,5 тысячи. Вот. Это все просто. Следующее. Вот я сейчас... Мой шаг. Мой шаг. Вот. Первый шаг. 29-30 тысяч рублей. У меня 30 человек в команде. Вот. Каждый месяц 29-30 тысяч рублей мне приходят на карточку. То есть я могу... Это зеленые деньги, которые я могу снять. Это мой первый шаг. Вот я посмотрел. Знаете как? Вот здесь плохо экран показывают. Зеленый это вот новичок. А ты зеленый еще. Знаете? Вот дальше синенький. Это уже скорее всего поплывет. Видите? Чтобы вам проще было. Вот здесь море. Вот. Региональный оранжевый. Это все. У него радость. Понимаете? Оранжевый цвет радости. Дальше. Интернациональный. Это уже радость прошла. Он понимает. Я в крутом месте. Там вот уже все. Он такой авторитетным становится. Дальше. Интернациональный. Он фиолетовый. Он фиолетовый. Он ему скажет. Это как же сетевого сетевого. Он фиолетовый. Конечно. Какая разница? У него такой доход. Видите? Почти миллион. А у кого может быть и больше. Эксклюзивные директоры. Это уже основа. То есть это тот самый космос. Ну и единственный человек, который находится на этом статусе. А профдиректор. Это Ольга Ра. И случайностей не бывает. Люди нам даны как пример в правильной жизни. Или как предупреждение. И я так, что сейчас вышел. Я, возможно, как пример, а может как предупреждение вышел. Потому что я хочу это делать по-честному. Либо вы после маловозки времени затомнитесь о том, что вам надо. И либо наоборот. То есть я хочу тех, которые не нужны, чтобы они сразу поняли, что не нужно. Зачем тратить время? И дальше смотрите. Вот. Я фанат аналитики. Я бизнесом. Я вообще не сетевиком. Я бизнесом занимался всегда линейно. Просто когда я увидел, что есть возможность путешествовать и мне за это будут платить. Это строилось в мою систему ценностей. И мне все равно было. Сетевая компания. Не сетевая. Все равно. То есть это решает мою проблему. Вот. И тем более я свою команду всех учу. Не будьте теми сетевками, которые были 20 лет назад. Не будьте привязчивыми. Не будьте липучками. Просто, просто работайте. Фух, как бы интернет. Я с вами тоже пообщался по интернету. То есть просто можно пообщаться. Да, да, нет, нет. Негко. И об этом я тоже обучаю, как это делать легко. Вот. Это Джонатом Диаз. Его как бы доход. Я с ним сфотографировался. Вот. Ирина Ромис. Мой старший спонсор, к которому я обратился, когда я принял решение. Это Ольга Ра. Самый достойкий человек. И мой герой. Это Сатанат. Который я случайно как-то получил здесь сфотографировался. Но я расскажу, почему это мой герой. Не важно, какого его статуса достиг и сколько денег заработал. С годами кто не отступает, понимаете, да? Кто не отступает, кто двигается двигатель, все равно достиг этого статуса. Талантливый, не талантливый. Если каждый из нас решит не отступать и двигаться дальше, мы все равно рано или поздно дойдем до этой точки. Но она это сделала. Смотрите. Вот я начал просто... Почему я говорю, что я фанат аналитики? Кому, кстати, близкий анализ? Да? Вот смотрите, фанат аналитики. Следующий слайд. Я просто взял всех этих лидеров, которых нашел. Думаю, вряд ли кто до меня это делал. В час в ночи сидел, выбирал и выписывал в Excel. Когда он подключился? Когда он сделал статус? Когда он взял статус? У меня было понятия, как это люди делают? Они боги или что? Что с ним происходит? Я просто начал. И вот смотрите, здесь что важно? Здесь важно то, что... Видите? Сближаются, все быстрее, 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 быстрее люди делают. Быстрее статус. То есть зелененький, синенький, оранжевый, рубиновый и фиолетовый. И вот она смотрит три, три, три. Но я удивился, когда увидел вот это. Салтанат, она через пять месяцев сделала первый, потом через семь и каждое месяце она удваивала. Когда я это увидел, я подумал, вот, вот мой герой. Я хочу ее узнать, все ролики пересмотреть. Что она делает, как она делает. Я начал каждое слово выписывать, впитывать ее. Почему она настигла эту. И я понял почему. У меня просто время и расскажу. Но смотрите, каждый месяц удваивалась. Представляете, свой бизнес построить длиннее, не так, чтобы как-то действовать в аэроприк. Это же нонсенс, это достаточно сложно. И она рассказала, что я сейчас в месяц зарабатываю столько, сколько стоит в Казахстане квартира. Она живет в Казахстане. В месяц только зарабатывает столько. Я понял, ну это, конечно, круто. Я с ней пообщался, очень здорово. Я думаю, ролик у нас еще сколько времени? Три минуты? Три минуты? Две? У меня. Нет уже времени, да? Хорошо. Я просто хотел ролик ее включить, как она присутствует на лайнере. Ну, прости. Смотрите, все начинается с принятия решения. Мы видим его в интернете. Да, в интернете посмотрите. Да. Все начинается с принятия решения. То есть вам нужно нажать на кнопку, как в интернете. Да или нет. Всегда начинайте. И если вы примете решение, да, хорошо. Если вы примете решение, нет, тоже хорошо. То есть у вас с каждого своя судьба. Но есть три дороги. Первая дорога, которая ведет, говорит, я хочу в этом бизнесе заработать деньги и путешествовать. Мне это нравится, мне подходит, мне справится в систему ценностей. Я хочу по-другому, я хочу что-то поднять, я застоялся. Я хочу другое окружение. Понимаете, да, о чем я говорю? Окружение поднять хочу. Потому что о чем, почему я сейчас в этом бизнесе? Я понимаю, что я, люди, меняю уровень нормы. Понимаете, что такое повышение стандарта? Это не ровно, все это говорит. То есть если мы находимся в определенных... Можно я минуту прибавлю? Потому что это очень важно. Смотрите, если мы зарабатываем определенные деньги, то мы покупаем определенные вещи в определенных магазинах. Определенные продукты, определенные одежды. Согласны со мной? Чуть только мы зарабатываем в два раза больше. Что меняется? Опять одежда, опять еда в других магазинах. Правда? Просто мы начинаем в какой-то другой плоскости покупать. Согласны со мной? Еще больше, в другой плоскости. И эти плоскости есть, мы их просто не видим. Теперь, что такое поднять на другого уровня нормы? Это значит, нужно себя в каком-то аспекте. Как барон Мюнхгаузен, помните? Вытащить себя на другой уровень нормы. Почему? Потому что вытаскиваете себя в определенном аспекте. Мы же понимаем, что сейчас надо одежду какую-то какую-то купить. И как-то по-другому парфюму, уже не такой и все. То есть мы начинаем рифовать от того уровня жизни, на который мы сейчас попали как-то случайно. Мы уже закрепляемся. Понимаете, о чем мы говорим? Недавно со мной. Скажите «да». Вот. Теперь смотрите. Когда вы закрепляетесь на этом уровне нормы, у вас появляются какие-то артефакты, гаджеты, еще что-то. Вы начинаете понимать. Уже на том уровне нормы я не хочу жить. Я уже здесь был. Ну, я понимаю. Наверное, у всех были кризисы. И когда вы, вот бизнес, кто занимался бизнесом, всегда же есть кризисы. Когда вы упадаете в кризис, вы как будто под водой. И вы начинаете плыть. Наверх, наверх. Вдохнуть опять хотя бы к тем 200-300 тысяч и чистой прибыли, которая у вас была. То есть опять вот когда вы вздохнули там уже, но вы когда плыли внизу, смотрели. Здесь 50 людей за 60, 70, 80, 90 зарабатывают. И нормально живут. Не булькают и живут. А ты не можешь. Ты уже был там. Понимаете, о чем говорю? Вот что называется повышение стандартов. И теперь, почему круизы? Потому что мы можем людей вытащить на новый уровень стандартов хотя бы в одном аспекте. А в одном айтанске они автоматически могут к другому подняться. Вы понимаете, о чем говорю? Да. Вот. И поэтому есть первый уровень. Пойти, изменить жизнь свою, изменить жизнь других. Есть вторая дорога, которая говорит о том, что да не хочу никакую жизнь менять никому. Хочу просто путешествовать в полцены. И это тоже нормально. И есть третья дорога, которая говорит о том, что я послушаю мимо ее. И это тоже нормально. То есть не все же должны в одной компании работать. Поэтому так дальше. Мы научились летать по воздуху как в кице. Плавать под водой как рыбе. Нам не хватает одного. Мы учимся жить как люди. Согласны со мной? Да. Как люди. Как по-настоящему. У нас такие технологии. А люди несчастные. Вот. И последний слайд. Меня зовут Артюхов Александр. Моя цель найти мне приятных людей. Которые бы хотели путешествовать по всему миру. Заработать на этом 1000 долларов. Подпишитесь на меня ВКонтакте. И смотрите то, что я выкладываю. Возможно, мои мысли и мои идеи будут вам интересны. Можете сфотографировать. Я организовал клуб умных путешественников. Которым буду рассказывать не только про круизный клуб. А про другие вообще лайфхаки, которые есть. Вот. Если вам понравилось, похлопайте. Мне так понравилось. А как вам понравилось? Конечно. А если не понравилось, то дайте ко мне. Скажи, что я не так сказал. Ладно, я буду исправляться. Окей. Старайтесь.